По последним данным, практически каждый подросток так или иначе встречался с ситуациями травли, причем он мог быть в позиции агрессора, жертвы или просто стороннего наблюдателя. С буллингом также связаны переживания таких неприятных эмоций, как страх, вина, стыд, беспомощность, ненависть, отчаяние. И самое печальное, что эти переживания очень мало обсуждаются. Поэтому нам важно, что в студию сегодня пришла Яна Фролова, веб-констебель департамента полиции и погранохраны. Добрый вечер. Вечер, добрый. Яна, ну, к сожалению, мы должны говорить о том, что время идет, но школьная травля, буллинг, он никуда не уходит, он просто меняет обличие. С развитием инфотехнологий, доступности интернета и появлением новых гаджетов, травля продолжается в киберпространстве. Что это значит? Это значит, что ребята продолжают в социальных сетях или где-то еще травить своих одноклассников? Например, кто-то может просто писать тебе в виде сообщений гадости, неприятные вещи. Кто-то может копировать твои фотографии и сделать из них мемы, добавлять какие-то надписи, неуместные телодвижения. Затем может, например, создаться либо в закрытой социальной сети группа, либо в приложениях всевозможных, тоже закрытая группа, приватная, где несколько участников обсуждают, может быть, целым классом, может быть, и из параллельного класса добавлены какие-то ребята. И вот обсуждают твою, например, внешность, твою успеваемость по учебе, может быть, проблемы со здоровьем и так далее. И в какой-то момент ребенка над кем пытаются издеваться, подобным образом добавляют в эту группу, мол, посмотри, что мы о тебе думаем. Ведь, наверное, в первую очередь должны родители обратить внимание на то, чем их дети занимаются, поговорить об этом. Причем не только с тем, кто может быть потенциальной жертвой, но, конечно же, агрессоры, сторонние наблюдатели, что нельзя оставаться в стороне. Конечно же, с молчаливого согласия совершаются очень многие преступления, поэтому нельзя быть равнодушным. И здесь нужно проводить огромное количество бесед со своим ребенком, с классом по поводу того, что если ты заметил, что твоего друга, одноклассника вдруг начинают травить в киберпространстве, и, может быть, в школе это начинается, вечером это заканчивается в интернете, обязательно дать знать об этом взрослым. И также, например, когда в школах я прихожу с лекциями, если мы спрашиваем детки, а вы знаете, что такое кнопка рапорт, жалоба, подайте жалобу модератор на недостойное поведение интернет-пользователя. Да, будет, в принципе, большое количество поднятых рук, что дети ознакомлены с этой функцией. А если спросить, пользовались вы в течение последнего месяца кнопкой рапорта, то, к сожалению, руки начинают падать. Мы проводим лекции на тему кибербезопасности. Многие проекты в школу присоединяются к ним, как проекты «Травля против» в школе. Так что обязательно обращайтесь, говорите. Но к вам тоже можно обратиться. Да, к нам также можно написать веб-констеблю, и мы также придем по всей Эстонии с лекциями на тему кибербезопасности. Спасибо вам большое.